Восьмая глава книги пророка Захарии, проект Экзегет, мой перевод, не в этом проекте сделан, но я в этом проекте его читаю и комментирую. В седьмой главе мы читали про то, как Господь отвечает на вопрос о необходимости поста в день разрушения храма, а в восьмом, очень логично, переходит от этого пророк к описанию Возрождения. Вы скорбите о том, что было разрушено. Ну что ж, это ваше решение, Господь от вас этого не требует, но вы так хотите, давайте поговорим о том, как все будет восстановлено. «Было слово Господне. Так говорит Господь воинств. Возревновал я о Сионе ревностью великой, возревновал о нем очень горячо. Так говорит Господь воинств. Вернусь на Сион, поселюсь в Иерусалиме, и будут звать Иерусалим градом правды, а гору Господа воинств – гору и святыни». Здесь как раз у Захарии очень много таких слов, которые встречаются и у других пророков, что речь идет не просто о восстановлении былого величия, утраченного, разрушенного, но идет речь о том, что действительно правда, святыня, что вот какие-то очень важные и ценные вещи, они будут происходить именно там, что Иерусалим возвращает свое достоинство. «Так говорит Господь воинств. Вновь сядут мужи и жены преклонных лет на улицах Иерусалима, и у каждого в руке посох так великих возраст. Ну, то есть будут доживать до старости, когда война, то мало кто доживает. Наполнят город ребята и девушки, будут играть на площадях. Так говорит Господь воинств. В те дни покажутся удивительными оставшемуся народу. «Но что удивительного в том для меня? Пророчество Господа воинств. Ну и наоборот, соответственно, молодежь или подростки, которые беззаботно играют на улицах, это признак мирного времени, признак будущего. Вот почтенная старость, которая дожила, вот будущее, которое еще только начинает жить, и это все будет. «Но что удивительного в том для меня? Пророчество Господа воинств. Так говорит Господь воинств. Я спасу мой народ из страны, где заходит солнце, и страны, где оно восходит. Ну, с запада и с востока, понятно. Они в рассеянии, они в разных местах, и можно в восток и юг, и с север и запад привезти. Он приводит только две стороны света. Это не очень важно, сколько их. «Приведу их, и поселятся они в Иерусалиме, и будут они мне народом, а я буду им Богом. Верно и правильно». Помните, еще и у Оси это было, и у других пророков. То, что самое главное, Господь будет их Богом, они будут его народом. Дело в том, что, конечно, очень много всяких слов о том, как грешный народ не может быть народом Бога, и как Бог отказывается от этого народа, но вот тогда эти отношения изменятся. «Так говорит Господь воинств. Да будут крепки ваши руки». Вы слышите сегодня эти слова от пророков, бывших при основании нового дома Господа воинств, «При закладке храма». То есть идет речь о том, что храм был заложен когда-то, и вот повторяется эта ситуация, вы восстанавливаете, строите его. «Прежде тех дней не было награды человеку и животному, не было награды, и не было никому покоя от врага, ни приходящему, ни уходящему. Я направлял людей друг против друга». Ситуация, которая была и во время Вавилонского плена, и, возможно, сразу после, когда храм еще не начали строить. Да, мы читали его пророка Агея, такие подобные слова, очень яркие о необходимости его восстановить. «Но теперь иначе я обращаюсь с остатком этого народа, пророчества Господа воинств. Мирным будет ваш сев, лоза принесет виноград, земля даст урожай, небеса не спошлю тросу, всем этим завладеет остаток народа». Ну вот обычные такие благословения, связанные с полями, с урожаями. «Остаток народа» – одно из центральных понятий для пророков, то есть, если Господь наказывает, он не губит до конца, он оставляет некоторое центральное вот такое количество, минимум может быть, но минимум, который дает новые всходы, как, допустим, олива, мы об этом уже говорили, если ее срубить, но корни ее живы, может дать свежие побеги. «Мирным будет ваш сев, лоза принесет виноград, земля даст урожай, небеса не спошлю тросу, всем этим завладеет остаток народа. Как были вы прежде проклятием у народов, так, когда избавлю вас, станете благословением». То есть, раньше говорили, пусть с моими врагами будет то, что с Израилем, теперь пусть со мной, с моими друзьями будет то, что с Израилем. «Не бойтесь, и да будут крепкие ваши руки». «Так, говорит Господь воинств, прежде отцы ваши прогневали меня, и решил я навести на вас беду, говорит Господь воинств, и не пожалел. Точно так же в эти дни я решил вновь сотворить благо Иерусалиму и Иуде. Не бойтесь». Ну, здесь все понятно. «Вот как надлежит вам поступать. Говорите друг другу правду и творите в вратах ваших суд правдивый, миролюбивый. Не замышляйте в сердце зла один против другого и не любите ложных клят, ведь мне это ненавистно». Пророчество Господа. Напомню, что в прошлой главе говорилось про посты, посты, связанные со скорбными датами, осады, разрушения Иерусалима. Эти дни, конечно, отмечались. И приходили некоторые люди и спрашивали, поститься ли нам в эти дни. И Господь говорил, это вы для себя поститесь. А здесь он снова им напоминает самое главное. Говорите друг другу правду, творите суд правдивый, миролюбивый. Не замышляйте зла, не любите ложных клятв. То есть вот это поведение и есть, собственно, то, что нужно делать. А ритуальные подробности могут меняться. И они изменятся. Так говорит Господь воинств. Пост 4, пост 5, пост 7, пост 10 месяца. Мы даже точно не знаем, в чем состояли эти посты. Но разрушение Иерусалима и, вероятно, какие-то еще скорбные даты из израильской истории. И пост 10 месяца превратится для Дома Иуды в радость и ликование, в доброе празднество. Только любите правду и мир. То есть будет повод не для скорби, а для радости. И пост сам по себе не обладает какой-то ценностью. Он средство выразить свое отношение. Средство настроиться на определенное восприятие истории, событий. Так говорит Господь воинств. Придут сюда и другие народы, жители многих городов. Пойдут жители одного города в другой и скажут. Давайте отправимся молить Господа. Давайте искать Господа воинств. Мы тоже пойдем с вами. Придут в Иерусалим многие племена, могучие народы, чтобы искать Господа воинств, чтобы молить Господа. То есть Иерусалим, Иудея, Израиль не только для них самих. Они центр для всего мира поклонения Богу. И сегодня мы знаем, что Иерусалим это место, где и христиане, и мусульмане, и иудеи поклоняются единому Богу. И в общем это пророчество сбывается очень наглядным образом. Так говорит Господь. В те дни десять человек разноязыких, разноплеменных, ухватятся за полуодежды иудея и скажут. Мы пойдем с тобой, ведь мы слышали, что с вами Бог. В те времена, напомню, только народ Израиля или иудеи владеют знанием о едином Боге, верой в него. И соответственно, начало почитания Бога для любого другого народа связано с тем, что он принимает так или иначе весть об этом едином Боге от иудеев. Как, например, священное писание Ветхого Завета или Танаха было переведено на греческий язык создателями перевода семидесяти толковников. Септуагинты так ее еще называют. И это положило, собственно, начало для обращения не только греков, но всех тех народов. Иллинские государства, которые впоследствии составили, собственно, восточное христианство, можно сказать, раннее христианство. Началось все вот с этого хватания за полу иудеи. Что там о едином Боге в вашем тексте? Написано. Ну, это была у нас с вами восьмая глава пророка Захарии. Дальше, конечно, продолжим читать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok